ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Его голова похожа на круг. И тело его тоже похоже на круг. А уши, как ты думаешь, на что они похожи? Правильно, на треугольники. Носик и глаза похожи на овалы. Сугроб похож на дугу. Лапы тоже нарисуем при помощи дуги. Возьмем обычный альбомный лист бумаги формата А4. Возьмем также простой карандаш, пластик и пять цветов пастели. Синий нам понадобится для того, чтобы изобразить небо. Красным мы нарисуем язычок. Темно-коричневым и светло-коричневым мы нарисуем шерстку нашему щенку, а также темный нос и его глаза. Белым мы выбелим снежинки и добавим светлых пятнышек на самом щенке. Давай научимся пользоваться карандашом. Я знаю, что ты умеешь. Но позволь, я подскажу тебе. Нарисуем на отдельном листочке бумаги две линии. Одну линию мы будем рисовать как обычно. Стараясь, нажимая на карандаш, а вторую проведем легким движением, совсем без нажима. Ты видишь, что линии отличаются друг от друга. Одна толстая и яркая, а вторая почти незаметная. Попробуем стереть обе линии. Вторая стирается очень легко и быстро. А вот первую линию гораздо сложнее стереть. И все равно остается небольшой след. Поэтому советую не давить на карандаш, чтобы проще было исправить ошибки. Теперь, умея пользоваться карандашом, мы приступим к набросу. Набросок это начальный рисунок карандашом. Он нужен, чтобы быстро увидеть форму и легко исправить, если что. Начнем с линии горизонта. Так мы отделим небо от снега. Использовали дугу. Теперь мы нарисуем тело щенка, используя круг. Круг у нас примерно как большое яблоко. Второй круг нарисуем сверху. Это голова щенка. Второй круг у нас почти такого же размера, как и первый. Обратите внимание, что я убрала две лишних линии. Первая внутри нижнего круга. Вторая внутри верхнего круга. Они нам не понадобятся. Приступаем к мордочке. Начнем с носа. Для этого найдем центр верхнего круга. Не нужно его стараться найти идеально. Приблизительно. Поставим точку. И здесь мы нарисуем овал. Вот так. Овал немного наклонен. От овала влево и вправо нарисуем маленькие дуги. Одна из них будет ниже. Вторая пересечет круг чуть выше. Теперь нарисуем небольшие глаза. Это тоже овалы. От середины носа вниз проведем небольшую дугу и нарисуем улыбку нашему щенку. Вправо улыбку мы продолжим петелькой кверху. Вот так получается язычок. Наш щенок облизывается. Теперь уши. Наметим два треугольника по разные стороны головы. Один. Второй. Уже почти похоже на ушки. Но давай их немного уточним. Соединим их с головой плавной линией. Вот так. Вместо прямых линий мы добавим волну. Вторую волну. Она почти повторяет первую. Вот так. И здесь пустим в волну. Ну, немножечко округлим треугольник, чтобы никто не укололся. Теперь здесь вместо прямой линии тоже добавим кривизны. Осталось убрать прямые линии и острые уголочки. Вот так. Теперь уж точно никто не уколется ножке. Готово? Хочу тебе сказать. Если не получились очень ровные круги, или они немного не там, не расстраивайся. Это можно исправить сейчас при помощи ластика. Вот я нарисовала слишком большое ухо. Сейчас мы это исправим. Так как на карандаш давила я не слишком сильно, стирается легко. Намечаем ухо заново. Рисуем треугольник. Рисуем тело щенка. Две дуги под мордочкой. И оп! Уже готов ошейник. Грудка – это почти круг. Она тоже под мордочкой. Вот такой. Внизу под кругом тела нарисуем небольшой овал. Это расстояние между передними лапами. От большого круга ведем плавную линию к нашему овалу. Это будет лапа. Следим за расстоянием. Смотри внимательно. За шириной лапы и ее длиной. Пусть она будет не слишком длинной, толстой. Слева повторим то же самое. Лапы почти готовы. Давай добавим пальчики. Я рисую внизу небольшой круг. Вот тут. Теперь добавлю дугу с одной стороны. С другой стороны. Стираем лишние линии. Это над кругом и внутри. Повторим то же самое для второй лапы. Небольшой круг посередине. Дуга с одной стороны. С другой стороны. Убираем лишние линии. Посмотри. Лапы должны быть одинаковой толщины. Иначе щенок будет хромать. Все. Посмотри. Пальчики передних лап находятся на этой прямой. А задние лапки будут чуть выше. Примерно здесь. Я провожу слева от щенка от ошейника небольшую дугу. Вот так. Передние левые лапки. Теперь рисуем вниз линию. Толщина лапки задней будет примерно такой же как и передней. Может быть чуть меньше. Пальчики нарисовать уже умеем. Нарисуем круг одну дугу и с другой стороны тоже дугу. Задняя лапка готова. Наш щенок пока еще без хвоста. Исправим это. Нарисуем небольшой крючок кверху. Вот так. А теперь утолщим его немного. Сделаем потолще и наш хвост готов. Осталось убрать все лишние линии. Обратим внимание на большой круг. Эти линии нам не нужны. Убираем их. С этой стороны убираем. Здесь у нас уже все чисто. Разберемся сзади. Линию горизонта мы сотрем. линию дуги тоже. Круг шарика тоже. Эти линии нам тоже уже не пригодятся. Посмотрим что же у нас получилось. Сравним мы можем сейчас исправить все неточности. Вот лишняя линия. Я ее убираю. Если у тебя что-то не получилось сейчас можно исправить это сравним еще раз толщину лапок. Посмотрим на расположение носа и глаз. Хвост. Раскрашивание давай начнем с шерстки. Я беру темно-коричневый цвет и рисую дуги на мордочке. В одну сторону и в другую. Если у не слишком ровно получилось попасть в эти дуги не расстраивайся мы все равно потом пальчиком будем это растирать. Точно так же обводим глаза темным цветом носик и второй глаз ухом тоже краешки ушей внутреннюю часть мы тоже закрашиваем темно-коричневым мы не доводим до краешка уха лишь только там где поближе к голове и здесь внутри ушка мы тоже закрасим темно-коричневым откладываем этот цвет берем светлый светлым темно- коричневым мы проводим чуть выше над глазами широкую линию над носом и над другим глазом вот таким образом заполним промежуток между глазом и носиком обрати внимание что я не закрашиваю всю голову у меня остается пространство белое вот здесь теперь самое интересное откладываем пастель и пальчиком провожу от темно-коричневого к светлому и наши цвета смешиваются растираем пастель вот так теперь на пальчике у меня осталась краска это мне и надо провожу теперь этим пальчиком до краешка головы вы видите что здесь цвет гораздо светлей чем возле носика так если залезли на глазик на носик ничего страшного мы уберем это пластика так возвращаемся к ушам светло-коричневой пастелью мы заполним вот здесь сверху ушко где у нас шерстка и с другой стороны и тоже разотрем немного пальчиком все посмотри я залезла немного на глазки и ушко чуть-чуть расплылось можно это исправить я беру ластик стерку и стираю вот грязючку убираю ластик легко справляется с этим глазки лучше иметь заостренный ластик чтобы удобнее было в тонкие уголочки залезть так и подправляю ушко обрати внимание твой рисунок будет выглядеть гораздо лучше если он будет аккуратным маленький секрет трудно доступные места это уголочки или маленькое пространство лучше всего растирать вот таким треугольничком из бумаги нужно взять небольшой кусочек бумаги сложить его чтобы получился остренький уголок вот таким образом теперь нам будет гораздо удобнее растирать пастель в труднодоступных для наших толстых пальчиков мест обводим снова глазки темно-коричневой пастелью носик и растираем именно остреньким уголочком бумаги получается гораздо аккуратней мы не вылезаем за границы и наши светлые места остаются светлыми вот и все раскрасим носик на нем нужно обязательно оставить белое пятнышко это будет блик света я рисую небольшой кружочек на носу вот так все остальное пространство закрашу темно-коричневым этот коричневый цвет не нужно растирать пальцем носик должен быть самым темным пятнышком на мордочке щенка вот так обводим аккуратней контур делаем его точнее теперь небольшие кружочки внутри глаз мы рисуем мы рисуем зрачки глаз удобнее рисовать остреньким удобнее рисовать остреньким концом пастели с одной стороны у меня уже пастель сточилась а вот с другой стороны уголки остаются острыми именно ими удобнее будет рисовать маленькие кружочки и небольшие реснички чтобы щенок смотрел вверх кружочки внутри глаза нужно рисовать на небольшом расстоянии от щечек ближе к верхнему краю вот так теперь тоже закрасим темным оставим небольшое белое пятнышко если не получится оставить белое пятнышко и закраситься полностью зрачок ничего страшного мы воспользуемся белой пастелью и поставим эту белую точку именно ею вот так теперь добавим щенку реснички как я уже говорила удобнее это делать острым концом пастели уголочком небольшие реснички которые в разные стороны смотрят глазки готовы чтобы щенок получился немного лохматым нужно нарисовать ему шерстку на голове для этого я беру темно-коричневую пастель и сверху вниз небольшие черточки вот так провожу рисую некоторые черточки пусть торчат кверху здесь по бокам ближе к щечкам вниз теперь нашим помощником треугольником я эти черточки разотру вот так теперь наш коричневый не слишком темный а наш щенок стал лохматым вот так верхняя губа и язычок здесь все очень просто вниз от носика повторяем дугу пастелью и слева небольшой уголок теперь настало время язычка его я разукрашу красной пастелью он весь 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 но мокрый язычок блестит у щенка и и я покажу это светлым пятнышком его я вот так чертно белой пастелью готова настало время и мы раскрашиваем тело темно-коричневой пастелью обводим вокруг грудки вот так линию светло-коричневой пастелью я кладу широким ребрышком и проведу таким образом сразу широкую линию вот так заполню все остальное пространство вот тела оставлю незакрашенные лапы и хвост далее растираем пальчиком от темно-коричневого светлого и ведем немного вниз клапан но пальчики мне хочется оставить совсем белыми так я и сделаю а вот хвостик мы разотрем при помощи нашего друга треугольника мне хочется оставить белый кончик все-таки на хвосте большая часть уже рисунка нарисована нам осталось немного приукрасить вот пятнышки темные там где я вылезла можно подправить резинкой грязючку уберем и здесь тоже этим этим же синим цветом аккуратно широким краем обводим по контуру щенка осторожно не заходим на сугроб сугроб останется у нас белым мы можем сразу это сделать и в другую сторону так чтобы не забыть и дальше голову обводим ушко лохматость мы сможем добавить еще раз чуть позже сейчас нам самое главное получить большое синее пятно позади щенка большое синее вот такое пятнище я оставлю лишь небольшое небольшую часть листа по контуру белым цветом все остальное закрашиваем если класть плоским то это гораздо проще сделать и быстрее нежели рисовать вот такими линиями так мы замучаемся я точно есть пробелы их мы позже разотрем и цвет будет равномерным также с этой стороны обводим не забудем про хвостик хвостик от щенка к краям от щенка краям от щенка растираем растираем пальцем пальчик нужно выбрать другой чистый какой-нибудь у меня все чистые и растираем от щенка к краю от щенка к краю там где мы оставляли белым пространство у нас более прозрачный цвет более голубой не такой яркий у нас красивый плавный переход вот темного насыщенного к бледному и светлому и так пальчики остались синими теперь мы можем этим пальчиком добавить немного голубого цвета вот так указать тень на шейке и еще тень под самим щенком на сугробе здесь не должно быть слишком ярко еще немножечко завозюкаю пальчик и добавлю чуть-чуть если мы будем пальчиком круговыми движениями растирать посты она будет более ровно ложится на бумагу у нас отсутствуют на этой стороне вот такие вот полосы именно потому что растираю здесь вот такими круговыми движениями далее мы добавим по контуру всего щенка лохматости снова берем темно-коричневую пастель стараемся выбрать более острый уголок и рисуем и рисуем ворсинки ворсинки как на грудке так пусть они будут и спускаться к лапкам и обязательно лохматый хвост на спинке на лапках а потом к низу ровные делим животик лапки снова вот так добавим лохматости снова но мордочки теперь уже опускаясь чуть ниже и на подбородочек вот таким образом я делаю это совсем маленькими штришками так теперь возьму снова треугольник помощник и немного разотрем наши черточки они более светлые становятся почти как настоящие и здесь на грудке пройдемся также у нас добавляется темно но светло коричневый цвет еще один оттенок вот такой лохматый забавный щенок щенок у меня получился немного другой чем на примере но ведь мы с вами учимся рисовать а не срисовывать поэтому это очень даже хорошо теперь у каждого щенка свой характер свое настроение они в любом случае забавны и милы нам осталось добавить снежинок на нашем синим фоне снежинки советую рекомендую не усложнять а рисовать простыми пересечениями прямых линий вот так штук будет не слишком много пусть они будут разного размера вот мне хочется добавить еще и несколько точек пастель очень легко крошится поэтому лучше не нажимая а несколько раз вот такими круговыми движениями потому что если будете нажимать ну просто раскрошиться и все можно добавить еще также и синих снежинок но этот синий мы не растираем чтобы его было видно на фоне голубого нашего фона видно вот таким синим можно рисовать ближе к краю наоборот потому что край у нас светлее там будут эти снежинки более заметны ну как по-моему снега достаточно работа наша готова но не закончена а почему а потому что пастель как мы уже заметили очень легко растирается и осыпается но это можно легко исправить нужно лишь позвать маму или бабушку может быть старшую сестру кого-то из взрослых со словами где в этом доме лак для волос взрослые рядом лаком в руки а теперь небольшое напутствие для взрослых снимаем лак как обычно слегка встряхиваем на расстоянии 20 сантиметров от пулевизатора распыляем равномерно по всей площади листа мы видим что краски стали немного ярче все потому что лак немного смочил лист даем бумаге просохнуть прячем в файлик а может быть и под стекло и шедевр будет храниться долго лак можно взять самый обычный ничего особенного не нужно с даем не